Доктор Райкл, до педиатрии, пожалуйста. Чардж, вернёмся? Да. Спасибо. По буквам? П-И-Н-К-У-С. Дата рождения. Что? Когда вы родились. Зачем вам это? Ладно, пропустим. Вес. Вчера или сегодня? Всё равно. 182 фунта. Количество алкоголя, употребляемого за неделю. А это зачем? Им надо. Конечно, надо. Только я не хочу афишировать детали своей личной жизни на весь госпиталь. Напишу ноль. Семейное положение. Дальше. Профессия. Дальше. Пищевая аллергия. Я не собираюсь здесь есть. Аллергия на лейкопластырь? Это абсурд. Я не собираюсь больше на это отвечать. Курите. Хватит. Носите зубные протезы. Мадам, послушайте. Когда в последний раз ели? Наконец-то вопрос по существу. Вчера за ланч. Сэндвич с тунцом, тост был влажным. Вы выпили слабительное? Да. Оно сработало? Да. Прямо, как в рекламе. Вы опорожнили кишечник? Я выпил гигантское количество слабительного, и это возымело свой эффект. Я конкретно спрашиваю. Да, я опорожнился. Вы довольны? И снова, и снова, и снова. Это было похоже на террористическую атаку. Темнота, хаус, беготня, крики. Довольны? У меня все. Прекрасно. Какое бесцеремонное вторжение в частную жизнь. То ли еще будет. Доброе утро, доктор Пинкус. Привет. Пожалуйста, не волнуйтесь, процедуры пройдут по расписанию. Насколько я заметила, вы потребовали общий наркоз. Хочу заметить, что в вашем случае это совсем не обязательно. Простите, но я не собираюсь смотреть, как во мне копошатся. А где хирург? Вообще-то это я. Правда? А почему у вас такой загар? Спасибо, что заметили. Я пользуюсь кремом. Очень натурально. Да, мне понравилось. Он увлажняет кожу, и от него не бывает ожогов. Правда, у него весьма странный запах. Понюхайте. Я не собираюсь нюхать искусственный загар. Он как грязь. Ну, хорошая грязь. Садовая грязь, а не какой-нибудь мусор. Вы будете еще темнее? Да, я хочу быть темнее. Это выделяет мои глаза. Отбелите себе зубы, как я. Здорово выглядит, но я не люблю инструментов во рту. И у меня маленькие зубы. Слушайте, вы идиотки. Может, хватит о зубах? Что с моим кишечником? Это все из-за наркоза. Некоторые начинают беспричинно ругаться. Наркоза еще не было. Сейчас дадим. Сколько тебе лет? Ты здесь со школьной экскурсии? Вас сложно назвать пилантропом, доктор Пинкус. Нет, выбирая между любимым человеком и остальными людьми, я выберу свою кошку. Она охотится за воровьями, лезет за ними прямо на дерево и мяукает, как Нора Джонс со своим пианино. Наверное, вы очень рады, что скоро увидите свою кошку. Какую еще кошку? Вчера вы сказали, что у вас кошка. Я ненавижу кошек. Разве нормальный человек может завести себе кошку? А у меня была кошка в детстве. Прямо перед своей смертью мой отец отвел меня в приют для бездомных животных, и мы... Должно быть, он был замечательным человеком. Кстати, а что это за люди были у меня в палате прошлой ночью? Я подумал, что это сон, но это было не так. Мне ничего об этом не известно. Вот ваша выписка. Возвращайтесь. Такое ужасное пожелание. Мило. Отличный пример от работников здравоохранения. И все же, я считаю, что в курении есть свои плюсы. Оно прореживает стадо, выкашивая самых глупых. Вы простите, а по мне? Нет, я говорил о них, а не о вас. Понятно. Мне не стоило обращаться к человеку-камзоле. Простите. Удели такому хоть каплю внимания, и оно будет провожать вас до самого дома. Ужас. Простите. Он тоже вас видит? Он нас видит. Тот человек? Смотри, куда идешь. КОНЕЦ КОНЕЦ